Здарова народ, с вами Кирилл Саакаст. Здарова пожаловать на канал Крипто Геймерс. В этом видео поговорим про новую NFT игру, которая называется Champions Arena. Эта игра размещена в Gala Games, но это не их проект, это проект сторонний от другой студии, но которая взяла под крыло Gala Games. В этом ролике посмотрим, что это за игра. Она позиционируется как free to play, то есть можно играть без вложений. И как раз таки я расскажу вообще свои мысли по данному проекту. Ну а перед началом по традиции, лайк подписка и любой комментарий для продвижения контента. Для начала давайте познакомимся с самой игрой, она уже доступна на мобильные устройства iOS Android и можно будет играть без вложений. То есть free to play, это конечно основные плюсы пока игры. Дальше кто играет без вложений, может в теории скрафтить из обычных героев NFT персонажей и их продать на маркете. С этого будет профит. Какой можно ли будет на этом зарабатывать на постоянной основе, конечно покажет время. Потому что пока рано про это говорить. Нужно прокачать еще своих героев, открывая там компанию, получая больше наград и дальше уже смотреть как это будет. Кто заходил с вложениями в данную игру, покупали лутбоксы перед релизом. Цена их составляла 180 долларов и это со скидкой в 30%. Конечно цена входа у Galo Games она очень высокая, это нужно понимать. Давайте перейдем уже к основному гипплею и что нужно будет делать. Нам нужно будет составить наш сетап из 4 персонажей, подобрать какой-то билд и дальше прорваться по арене и зачищая компанию. Герои делятся на разные типы. Это саппорты, дамагеры, танки. Игра конечно напоминает рейд Shadow Legends, Marl Stack Force, АФК арену и в принципе такие проекты, которые аналогичны с рейдом. Дальше мы можем прокачивать нашего героя, выкачиваем ему уровень, у него будут увеличиваться характеристики. И также можно будет еще одевать различные предметы, которые также усиливают нашего персонажа. Героев большое количество, то есть как я уже говорил они делятся на фракции, то есть наша задача подобрать какой-то оптимально сильный сетап и ворваться на арену. Графика в проекте крутая, то есть можете посмотреть. У меня сейчас играют с ПК версии и в принципе у меня сейчас стоит на максималке, но на мобиле игра будет еще выглядеть круче. То есть по персонажам, по наполнению это конечно все сделано круто. Но у игры есть огромные проблемы, в ней нет контента и она максимально унылая. Я честно говоря не знаю как можно было сделать мобильную игру настолько неинтересную, которая быстро тебя вгоняет в какой-то потолок и дальше ты ничего не можешь сделать. То есть обычно мобильные игры они хотя бы соблюдают какой-то баланс. То есть ты когда упираешься в потолок, ты просто тратишь энергию каждый день, выбиваешь себе там шмотки, прокачиваешь персонажей, выбиваешь кристаллы, открываешь новых героев, либо прокачиваешь старых. На этом как бы у тебя есть какой-то прогресс. Тут игра немножко работает по другому принципу. У нас есть компания, которая проходится, одна точка проходится один раз и дальше проходить ее нет смысла, то есть она не открывается больше. То есть один раз ты получаешь реварды и дальше ты проходишь следующую точку. Допустим я уперся в потолок на компании 2.15, я эту точку не могу пройти и дальше как бы у меня контент закрыт. То есть я могу тут запнуться на день, два, неделю и так далее, пока не выключу своих героев, либо не соберу более сильный сетап. Получается компания для меня закрыта, то есть можете вычеркивать. Дальше какие еще режимы есть в игре? Два режима это арена и башня. По башне ситуация такая же. Она, как я понимаю, будет обновляться раз в неделю, после чего можем заново проходить. И мы тут получаем награды тоже один раз за прохождение. Чем выше у нас точка, тем сильнее соперники. То есть видите, у меня сейчас получается 32 тысячи мощь, следующая точка будет 36, потом 40 и так далее. Я тут уперся буквально за 10 минут уже в потолок. То есть эти точки я быстро прошел, дальше вот эту точку пройти уже не могу. Ну и давайте посмотрим, как выглядит сама игра. Мы выбираем 4 персонажей, то есть составляем сетап, подбираем еще умения для нашего героя и дальше нажимаем битву. Ну и показано, какая у нас мощь по нашим героям и какая мощь у нашего соперника. Я поставлю автобой для того, чтобы было все это быстрее. Снизу, кстати, есть прикольная механика. То есть у каждого героя нет такого, что мы выбираем первый скил, второй либо ульту. Для того, чтобы нам использовать скиллы, нам нужно будет объединять вот эти кристаллы. И тем самым, если у нас есть кристалл первого уровня, это умение, то есть это первая обилка. Если объединяем в 2 кристалла, это умение второго уровня. В 3 это будет ультимативное. То есть тут по башне то же самое. Я быстро уперся в потолок и дальше контент для меня на неделю закрыт. Я, конечно, тут прокачиваю еще героев, но одну точку еще, может быть, закрою за эти 3 дня. Но это максимум. Дальше тут делать просто нечего. То есть у нас уже отрезается кампания, отрезается башня, остается арена. И, в принципе, еще небольшие есть ряд. Кстати, вот такое ощущение, что можем закрыть. Давайте сейчас даже посмотрим. Может, наговариваю на автобое. Сейчас точку пройдем, потом в следующую пройдем, да, еще в следующую. А я тут уже говорю, что уперся в потолок. На самом деле это не так, друзья. То есть, конечно, может быть, точку мы и закроем, но на следующей мы все равно упремся в потолок. И как бы на этом контент для меня закончится. С точки зрения игры, геймплея, она прикольная. Но с точки зрения контента, его просто нет. То есть, видите, каждое умение прикольно нарисовано, адаптировано. То есть, видно то, что над этим поработали. Но почему настолько скудный геймплей именно по разновидности контента, я, честно говоря, в каком-то замешательстве. Давайте не знаю, что будем проходить. Или, не знаю, может, скипну. Но такое ощущение, что мы тут проходим. Поэтому давайте остановимся. Мои как-то бойцы тут прям хорошо пошли. Может быть, где-то им повезло. Видите, даже герои используют умения. То есть, еще мы, кстати, помимо того, что у нас есть персонажи, у нас есть слева кристаллы. И за счет того, что наши персонажи могут генерировать вот эту энергию, мы можем использовать разные обелки. Сейчас мы получим дополнительные реварды. И видите, кстати, прошли точку. То есть, это, конечно, круто. Но в следующую можем упереться. То есть, после того, как мы закрыли эту точку, мы получаем вот такое вот количество наград. То есть, видите, тут предметы, которые можно будет одевать на нашего персонажа. Кристаллы, которые позволяют затачивать шмотки. Есть токены, которые позволяют нам покупать различные ништяки в магазине. Ну и золото, которое позволяет нам прокачивать нашего персонажа. То есть, смотрите, это первый контент. Видите, точку эту закрыл. Дальше тут делать нечего. Здесь уже 36 тысяч мощи. Не знаю, закрою или не закрою. Но, в принципе, там еще может быть пару боев и дальше делать нечего. По арене это бои в реальном времени. То есть, будем играть с соперником. Соперник может думать, проводить манипуляции. Это, конечно, прикольно. Но тут, по факту, весь основной смысл это зайти как можно выше в топ. И если у вас есть NFT, вы будете получать награды в виде токенов GALA. Если вы играете в Free2Play, соответственно, на арене вы будете в низком рейтинге. Потому что без вложений, как вы понимаете, в проекте вы либо играете с такими же игроками, которые играют без вложений. И с ними как-то конкурируете. Но высоко по рейтингу вам не зайти. И, соответственно, с этого профита нет. Просто сделали как бы daily квесты и на этом забыли. Дальше, что касается еще активности. То есть, по игре, в принципе, это основные функции. Дальше, каждые 2 часа мы вынуждены будем заходить и собирать награды. То есть, собираем награды. Это нам позволяет прокачивать наш уровень персонажа. И дальше мы получаем здесь, от того, как мы далеко прошли в кампании, получаем награды. То есть, это экспа для героя, это золото и баночки XP. То есть, за эту валюту мы прокачиваем наших персонажей. Здесь, конечно, проблема в том, что золота дается очень мало. И героев по факту в день, по пару уровней можно будет всего выкачивать. Это еще одна активность. Следующая активность, это вот такая вот штука. Здесь мы выставляем наших персонажей. Нажимаем исследовать. И 10 минут они исследуют и дают нам определенные награды. Дальше мы можем еще сканировать область и открывать как раз-таки там мини-боссов, если нам повезет. То есть, видите, тратим здесь вот такую валюту. Вот выпал рейд. Если посмотрим, рейд, конечно, здесь у меня упал своеобразный. Это рейд игрока. Мы можем помочь ему завершить вот эту битву. Но прикол в том, что, видите, у меня персонажи 40 уровня, а тут 282. И, конечно, тут ловить мне нечего. Можем потратить опять скан для того, чтобы посмотреть более, может быть, какие-то интересные рейды. Но вот видите, опять выпал какой-то довольно-таки большой. По факту тут активность следующая. Могут выпасть майнинг шахты, выставляем героев, и они просто добывают нам кристаллы, за которые можно будет прокачивать героев. Либо каждые 10 минут выставляем вот наших персонажей, и они нам добывают либо золото, либо опять зелье экспы, либо токены, в которых можно будет покупать различные награды. Награды могут быть персонажи, именно кристаллы для открытия персонажей, либо опять опыт и так далее. Конечно, с точки зрения активности, вот здесь, это самая большая активность, потому что если заходить каждые 10 минут, то, в принципе, у вас время какое-то будет тратиться. Но это, конечно, неинтересно по факту, потому что ты, грубо говоря, вот так выставляешь своих персонажей на авто и отправил. И как бы через 10 минут они получили определенное количество наград. В принципе, по контенту, друзья, это все. То есть, вот реально, это все. Дальше, конечно, у нас еще есть там дейли квесты, но это как бы там зашел, сыграл там битву на арене, битву в компании, как бы забрал вот эти награды и все. Больше ловить нечего. Еще, конечно, сейчас хорошо, что хотя бы сыпят немножко книг, не знаю, будет ли это на постоянной основе, за книги можно будет открывать персонажей. То есть, еще, конечно, есть маркет, за которым можно будет продавать шмотки и тут, видите, получаешь кристаллы. Давайте пооткрываем сейчас героев. Насыпали здесь немножко книг, не знаю, будет ли насыпать еще на дистанции эти книги. То есть, открываем 10 штук и давайте посмотрим, что выпадет. То есть, видите, иногда выпадают кристаллы и можно еще также получить здесь полноценного героя. Но вот видите, герой я тут не получил никакого. То есть, это просто кристаллы, есть более хорошие и, соответственно, более плохие. Ну, еще есть три премиум книжки. Давайте посмотрим, что выпадет с премиум книжек. Ну, как всегда, выпадает самый ушлепок. То есть, это, видите, комонка. Ну, это хотя бы анкамонка, но тоже отстой. Так, ну и что-то прям крутое, походу. Это, может быть, лего. Нет, это не лего. Это рарка выпала. Точнее, даже не рарка, это анкамонка выпала. Просто, как видите, новый герой. Поэтому он решил появиться более красочно. Дальше можно будет, видите, прокачивать вот так персонажей. То есть, из анкамонки делать уже рарку. Там, из рарки выше по грейду. И давайте еще немножко покажу по арене, насколько там ребята сильно прокачались. То есть, сейчас зайдем в арену. Ну, если зайдем в рейтинг, то видите, тут уже 130 уровней. И у них уже там не леги, а мифики. И большое количество звезд прокачано. Ну, вот с точки зрения контента, как я уже говорил, тут еще есть батл пасс. Ну, это, да, вы просто функция в игре. То есть, если вы играете, соответственно, батл пасс вам пригодится. Для того, чтобы получать больше наград. Но само наполнение, почему настолько скудное, вот пока я затрудняюсь ответить. То есть, видно то, что будет еще какие-то два режима, да, добавленные. Но больше в игре делать нечего. То есть, компания, башня, арена. Все. Почему так слабо? Я вот честно просто в шоке. Насколько реально мало контента. Конечно, я пока буду заходить. Потому что, по факту, времени она много не занимает. Со мной еще поделился мой подписчик информации. Ему, естественно, огромное спасибо. Он купил два лутбокса по 180 долларов. И давайте посмотрим, что он сейчас получает. То есть, он скинул вот такой вот скрин. Вначале ему насыпало 634 токена. Это на пассиве. То есть, он зашел в топ-200, топ-300 ладера. Вложение 360 долларов. И примерно, он сейчас говорит, получает около 300 токенов гала. То есть, можно посчитать среднее. Это 400 примерно пока выходит. Если посмотрим, 400 токенов гала. Это примерно 7,5 долларов в сутки на пассиве. Дальше, если его выпьет, соответственно, он будет получать меньше. Это что касается вложений и какой профит сейчас у него был. Больше особо сказать по игре нечего. То есть, я, конечно, максимально разочарован в этом проекте. Потому что, ну, мобильные игры должны быть более интересные и вовлекательные. Тут сделана игра как будто халтурная. Оболочка прикольная. Но пока делать в ней особо нечего. Посмотрим, конечно, как игра будет развиваться на дистанции. Может быть, добавить большое количество контента. И игра будет интересная. Но пока имеем то, что имеем. Напишите в комментариях, что думаете вообще в целом по проекту. С вас лайк, подписка. И всем, друзья, удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok